О ваших впечатлениях о просмотре и насколько это вообще важный проект? Я думаю, что этот проект невероятной важности, которую мы еще не оценили. Потому что этот проект на волне. Ну вот как, когда мы говорим о сарфинге, да, можно быть на волне, а можно быть под волной. И это, конечно, проект на, вот то, что называется, растущая точка времени, да, вот это то, что впереди, воля, которая обгоняет. И это абсолютно фантастически, что люди могут сегодня говорить о важном. Кроме Зыгоря, я думаю, уже в последнее время так никто не говорил. Зыгорь, его проект 17, не просто, я перечитала Кремлевскую Радь три раза. Я понимаю, что я никогда не была внутри политики. Я все-таки всегда имела эту большую дистанцию. Но люди, которые были внутри, они говорят, что это очень похоже. А для меня важно, что это живое, и что я переживала так же. Я узнавала эту реальность по энергетике. Я не знала того, что он открывает, потому что я до сих пор не понимаю, как Зыгорь ищет. Вот сколько у него рук. Потому что вот мне ребенок вернулся из Индии и говорит, мама, это очень удобно, когда уши ему много рук. Вот как Зыгорь умудряется найти факты и дать им, даже не эмоцию, нет, дать им энергетику, которая реально совпадает с собой, и обречит ее в ту форму, в которую он хочет. Это могут быть слова, это может быть кино, это может быть интернет-проект. Иногда это вообще гибридный жанр, как сегодня, но это жанр будущего, мы это понимаем, это точно. Но когда появился проект 17, и когда появилась книга Зыгоря, я могу сказать, что Зыгорь сегодня отобрал трон и лавровую ледь у Соловьева Ключевского, потому что эта книга о нашей истории, написанная с невероятной тщательностью, потому что она реально документальна. Быть документальным живым и художественным доступна только очень большому философу и очень большому писателю, который слово чувствует, она его слушает. Это читается как абсолютно детективный роман, это наша собственная история. Это единственный способ сегодня вернуть людям то, что у них отшибло. И это отшибло не только в нашей стране, это отшибло и во всем мире. И дико страдало, когда мы заводили проект Russian Photo, это историю России фотографии, что мы вот такая страна, но да, нам не повезло, у нас с 17-го года мы переписывали историю, слова им можно манипулировать, в конце концов, весь интерес к истории был потерян. И мой главный вопрос, который я задаю всем при поступлении на работу, в школу фотографии и так далее, когда случилась октябрьская революция, могу вам сказать, что до прошлого года отвечало мне процентов в 7. Из МГИМО я задавала вопрос про февральскую революцию, если закончили этот серьезный вуз. Попал приблизительно меньше пикселей. И я думала, как же можно жить в стране, где любая выставка, любой проект, неважно русский, международный, он же всегда прорастает в прошлое, чтобы говорить о сегодня и думать о будущем. «Историю ветра напишет тот, кто родился последним». Это фраза из поэмы «Полтавская битва» Алексея Парчикова. «Историю напишет тот, кто родился последним». Она нам нужна, мы ее должны видеть, иначе, если мы не гуляем по прошлому, у нас нет перспективы будущего, и мы абсолютные дауны в настоящем. И когда ты что-то делаешь, ты хочешь публику, которая понимает, ты и должен с ней говорить, и языка этого нет. Как вернуть историю? Я увидела гениальный документальный фильм Мартина Пара, который тоже задался этим вопросом, но только в Британии. А когда уж ты у нас не хочешь, чем в Британии, минимум, вот меня успокоило, но не сильно. Но вопрос стал, как увлечь людей историей. Сегодня никто не будет читать эти тома книг, потому что Толстого, как нам говорят, школьные учители, уже сегодня, как во Франции. Во Франции даже «Маленького принца» читают в адаптированном виде. И Миша нашел гениальную форму. Он создал художественную литературу, в которой есть действующие лица, страсти, жизнь. Он вернул историю жизни, вот той истории, которая была сто лет назад, и той истории, которую мы переживали, вот актуальная история, которая вообще трудно высказывается. Мне казалось, ну что же Зыгарь еще может выкинуть? Ну что? Потому что проект 917 был единственным разумным, на самом деле проектом, который говорил о столетии этой страшной, трагической, повлиявшей на весь мир даты 1917. И вдруг появляется 1968 год. Но после 1917 года, кроме даты 1968, ничего нельзя было выбрать. Да, мы делали около 20 выставок на тему 1968 года в разных аспектах. Но это были выставки в разных преломлениях. Мне всегда казалось, что это самый важный год. И он его нащупал. Он его вытянул. Он его поднял на дисплей. И он вышел за пределы русской истории. Он показал сейчас в форме, которая находится на этом самом гребне волны, в форме, найденной идеально и доступно, он показал, каким образом мир реально глобален, и что это не слова глобализации. И что если что-то происходит во Франции, Америке, России, Числоваке, Турции в это время тоже, да, и так далее, это все сливается. Мы все друг от друга зависим. И вот эта форма коротких серий на телефоне, мы понимаем, что сериалы вытсняют кино. В этом нет ничего плохого. В сериалы ушли лучшие кинематографисты мира. Но сегодня мы увидели сериал на телефоне, сделанный, в общем, объединившимися гениальными людьми. У Зыгаре есть еще гениальные свойства объединиться с реальными людьми. И найти Тимура Бакмазбекова это было крайне удачей. Я только сейчас поняла, что я первый раз осмелилась прийти к Тимуру и сказать ему, ну, вообще, как я его уважаю, я поняла, что я не забыла сказать, что если он выступил продюсером документального фильма Розео Габриадзе и Лео Габриадзе, который вообще полностью поменял наше понимание о том, что такой документальный фильм совместит живой голос, типичное интервью, говорящую в голову, и невероятную анимацию, и сделать из этого сказку, потому что у фильма нет темы, мессенджера. Там есть волшебство. И я думаю, что из Игоря и Бакмазбеков не случайно сынились, потому что они свободны. Миша Зыгаря абсолютно свободна. Вот эта свобода и языка, и мессенджей, и топиков, которые он выбирает, это реальная свобода творчества. Я могу сказать, что мы в России имеем человека, с которым в общем и целом лучше сдувать пленки сразу, чтобы не делать это потом. И он показал, как сегодня он раскручивается, потому что сделать заявку здорово и трудно, но развивать это, сделать за Кремлевской братью проект 17, написать эту книгу, невероятно. Я не понимаю, как ее можно было написать. Люди на такую книгу должны были потратить не одну жену, «Империя должна умереть». Да, «Империя должна умереть». Это книга, это новая книга, наша, российская. Вот что может сегодня сказать о России? Я не знаю, переведена ли она уже на языке, но я думаю… Переведена, и поэтому она стала бестселлером в России и популярной на Западе. Это невероятно, потому что это Россия. Это наша история, которую абсолютно… Первое, что ты думаешь, когда ты ее читаешь, это история такая, которую можно рассказать и себе, и китайцу, и американцу, и сингапурцу. То есть это просто очень хорошее художественное произведение и невероятно серьезное исследование. И то, что сейчас выходит, это международная история нового сериала, который не боится смешивать языки, имиджи, страны, события. Это дико здорово. И здесь, конечно, много того, что умирает на наших глазах в телевидении, потому что оно умирает, оно входит, как бы на… Его дух находит какие-то новые перевороты. Это ближе к всему, к тому, как сегодня устроено человеческое сознание. Зыгрыш сам модифицируется от проекта к проекту. Это фантастика. Потому что было достаточно получить успех и остаться там. Нет, он постоянно меняется, и я никогда не знаю, что он выкинул. Но вот то, что сегодня получилось, было здорово. Вы посмотрели три серии. Какое-то самое яркое эмоциональное впечатление. Ну я же женщина, мне поэтому третья серия больше всех понравилась. Потому что там все-таки женщина решилась. И это очень актуально в наше время про художников и людей. Это вообще дико актуально, потому что там есть месседж, который звенит сегодня, потому что художники сегодня научились все говорить правду. многие, все, это я преувеличила, но многие научились. И по большому счету искусство есть и рископно направленное в будущее. И это всегда нам нужно. И общество в конце концов понимает это как, с трудом, но понимает, что люди разного цвета кожи должны все-таки жить вместе. И мы понимаем, что 68-е сегодня это 50 лет. Вот надо понимать, что насочет демократия, а вот это 50 лет между Мартином Лутером Кингом и сегодня, между туалетами, которые были Мэ-Ж и Блэк, на самом деле еще в 72-м году. Поэтому это невероятно, но мир все-таки меняется. И как сейчас появляется Мэ-Ж и трансгендер? И для другого пола. Да. И что мне показалось важным, что мне показалось, что это замечательная певица, человек воплотивший, в общем, один из самых мифологических образов в кино, она ведь, в общем, брякнула это в Белом доме, ну как, вот у нас бывает прорывает. Импульсивно.